Состоялся второй стрим разработчиков. Казалось бы, уже показывать практически нечего, каких-то новинок мы уже практически не ждали, но я ошибался, много чего интересного в этом стриме нам разработчики рассказали. И я вам сейчас об этом расскажу. С вами канал Краблонгеймс, погнали! Самое интересное, естественно, ожидает нас далеко не в 21-й Альфе, а в 22-й, 23-й и куда-то там дальше. Для начала нам показали две огромные локации. Локацию казино, в которой будет жить товарищ Дюк, который, скорее всего, будет злодеем, возможно, я ошибаюсь. И вторая локация – огромный подземный бункер, прилегающий территорией, на которой будет размещаться Ной, который, в общем-то, приветствует нас при начале нашего выживания. Глядя на эти локации, я начинаю сомневаться, что они будут респауниться на карте, которую сгенерирует игрок. Я предполагаю, что вертолетные площадки, которые есть у всех торговцев, как раз и будут позволять нам переместиться в эти локации. Хотя, возможно, я ошибаюсь, пишите свои предположения, друзья мои, в комментариях. Также показали возможные варианты изменения транспорта игрока – это джип и мини-байк. Вместо сидений у мини-байка вам не показалось – это унитаз. Снова продемонстрировали нам, как будет выглядеть верстак и кузня, но на этом скриншоте есть очень интересная деталь. Ящики из разных материалов – вопрос только один. Будут ли они отличаться по вместимости? А то в игре уже явно не хватает ящиков побольше. Далее показали модельки игровых персонажей. Выглядят они довольно-таки забавно. Посмотрим, что из себя будет представлять новая кастомизация. Все лучше, чем оно выглядит сейчас по-любому. Хотя некоторые персонажики выглядят довольно крипово. Показали, возможно, костюм игрока. Это ассасин. Полный комплект. Выглядит очень симпатично. Колющее-режещее. Скорее всего, к этому и будет давать бонус. Похоже, концепция брони игрока довольно сильно меняется у разработчиков. Посмотрим, что они в итоге нам явят. Следующий костюм был с названием «Собиратель». Видимо, он будет иметь бонус к носимому грузу. Выглядит крайне забавно. Куча всяких элементов. Огромнейший рюкзак, шлем. Все выглядит очень-очень-очень симпатично. Продемонстрировали внешний вид бандитов, которых мы ждем уже очень давно. В данном случае это рейдер. Второй бандит оказался третьего уровня. Да, бандиты будут первого, второго и третьего уровня. Нам показали третьего, самого защищенного. Сразу попахивает безумным Максом. Кто-то пересмотрел явно фильм. Интересно очень будет глянуть, как он будет защищен, какая у него будет броня. Будет ли он танковать так же, как сейчас, например, солдат. И станет ли это серьезным противником, для которого реально понадобятся бронебойные пульки, которые сейчас в игре вообще я не использую, например. Свои предположения, друзья мои, пишите в комментариях. Следующий костюм, скорее всего, будет костюмом игрока для пустыни. Будем ждать, как будет выглядеть сет одежды для зимы. Ибо температурный фактор в Seven Days to Die довольно-таки серьезная проблема. Как говорится, руки на стол, господа. И у нас, друзья мои, как будет выглядеть женский персонаж в костюме для пустыни. Если нужны детальные скриншоты для оценки качества костюма, пишите в комментариях. Мало ли у кого друг поинтересуется. Выложу в тележку и в ВК тогда, соответственно, более качественные скриншоты. Показали также висящего мужика. Как я понимаю, это декорация. Далее будет то, что мы увидим уже в 21-й альфе. Добавят некоторое количество автомобилей, которые разнообразят парк. Теперь не будет однообразной техники стоять на улицах города. Добавят еще грузовики, которые уже давно просили, пожарную машину, а также строительную технику. Плюс трактора и погрузки. Очень хорошо, что с локации исчезнут эти чудо-поделки из кубов, которые все это дело изображали. Далее нам продемонстрировали разрушение различных типов дверей. Через них можно будет стрелять, бить зомбиков и кидать грены. Ну а коктейляша, скорее всего, пролетать не будет. Возможно, конечно, я ошибаюсь, но что-то мне кажется, что нет. Дальше показали анимацию разбития стекла. Дальше показали открытие различных типов дверей. Их ломания, разбивания, ворот, дверей лифтов. Ну и самое интересное это, друзья мои, конечно. Далее продемонстрировали открытие стальных люков. И то, чего я ждал уже давным-давно, это двойные бункерные двери. Показали новое переделанное меню, но это, в принципе, все уже мы давным-давно видели в модификациях. Ничего интересного я тут не увидел. Показали, как будет выглядеть отражение, которое вы увидите только на этом скриншоте, потому что в игре вы, скорее всего, их выключите, чтобы экономить ресурсы своей системы. Продемонстрировали новые локации торговцев. Теперь торговые посты представляют из себя сбалансированную картину. Все находится на местах, все как должно быть. Нет рандомно накиданных предметов, просто потому что других не было. Теперь все выглядит интересно и гармонично. Полностью переделали текстурки и модельки конфет. Теперь они будут смотреться правдоподобно в автоматах. Все больше делается для улучшения декораций в игре. Отличные вывески. Новые текстурки ворот, новые бревна. Дальше быстренько поглядим на все, что добавят для улучшения декорации. И, кажется, будем завершать. На этом, в принципе, все, друзья мои. Все, что я вам хотел рассказать о втором стриме разработчиков, я рассказал. Дальше нас ожидает третий стрим, который будет посвящен, как я понял, локациям. Поэтому, друзья мои, если не хотите пропустить все эти обзоры, то присоединяйтесь, подписывайтесь на канал, вступайте в нашу группу ВК, в группу в тележечки и всячески категорически добро пожаловать. На этом, в принципе, все. Всем удачи, друзья мои, и до скорых встреч. Парам-парам-пам.